Здравствуйте! На портале Экзогет.ру с вами Протерей Дмитрий Сизоненко из Санкт-Петербурга. Сегодня мы с вами поговорим об имени пророка Ионы. Книга этого пророка начинается такими словами. И было слово Господне к Ионе. И вы имеете полное право спросить, а существовала ли такая историческая личность, человек, которого звали Ионой. И да, и нет. Все зависит от того, что вы хотите услышать в ответ. Действительно, в 4 книге царств, в 14 главе, упоминается древний пророк, который носил это имя. Он жил в те времена, когда Ниневия действительно была столицей Великой Ассирийской империи. И этот пророк отличался, условно говоря, очень сильным патриотическим чувством. Но больше о нем ничего не известно. После этого проходит еще несколько столетий. В более позднюю эпоху, уже после того, как народ вернулся из переселения в Вавилон, возникает другой пророк, который носит то же имя, и который, условно говоря, является автором этой книги, книги пророка Ионы. Дело в том, что истина священного текста всегда выходит далеко за наше представление об исторических фактах. Потому что в памяти народа гораздо важнее те образы, которые вызывают имя той или иной исторической личности. И это всегда уходит по ту сторону конкретики исторических фактов. Например, когда мы слышим в Евангелии, Христос обращается к апостолу Петру. Симон, сын Ионы. Симони Ионин. Что может означать это прозвище? Это просто реальное его отчество, потому что его отца звали Ионы? Или в уста Христа это означает нечто большее? Поэтому истина библейского повествования всегда открывается нам в том, что мы начинаем видеть и понимать в каком-то новом свете. И истина текста всегда преображает наше понимание. Никогда текст не может быть просто объектом сухого научного познания. Он всегда живет внутри тебя. И именно это отличает Священное Писание. Священное Писание бесполезно читать как исторический памятник, или как памятник литературный. Они даны Церкви и нам с вами, и народу Израиля. Они были даны как зеркало, в котором отражается наша собственная реальность, в которой мы живем сегодня. Но при этом мы можем ее увидеть в каком-то новом свете. Фактически Библия обладает вечной актуальностью, потому что она никогда не привязана однозначно к той исторической эпохе, которую описывает. И поэтому гораздо важнее, что имя Ионы означает для нас сегодня, в нашей сегодняшней жизни. Это имя, поэтому, можно сказать, оно является символическим. И оно совершенно неоднозначное. Но прежде всего, слово Иона, по-еврейски Ионос, это не просто собственное имя, это имя нарицательное. Иона означает голубка. Прилагательное Ионах означает быть неистовым и кого-то подавлять. И вот здесь, может быть, мы можем догадаться, что в апостоле Петре действительно была какая-то степень неистовства. И поэтому Иона, например, в книге пророка Иеремии, означает гнев Божий. Меч, который направлен Богом против Египта, против Вавилонин. И поэтому это прилагательное также иногда характеризовало и город Иерусалим. Например, в книге пророка Сафонии. Этот город назван голубкой, но в действительности это город, который становится столицей царства в результате военных побед. И пророк Сафония упрекает Иерусалим в том, что он осквернен и запятнан жестоковыностью своей, как голубка. Только сирийский перевод этого стиха в книге пророка Сафонии буквально дает нам город Ионы. И это не ошибка, потому что здесь не просто какое-то нарушение правил грамматики, но толкование, которое учитывает всю глубину смысла этого текста. Итак, то, что Иона имеет несколько, как минимум три очень ярких и разных между собой, значения совершенно не новое. Нечто подобное мы встречаем в книге Осии, в Псалмах, в Песне-песне. И все это требует определенного внимания и мастерства. И поэтому тем филологам и экзегетам, которые здесь просто пытаются найти какие-то дополнительные аргументы для изучения истории или грамматики, все это мало интересно. Этот текст сам по себе дает богатую пищу для рассуждений и для открытия, но он на самом деле говорит совершенно о другом. Читателю предлагается понять глубже те слова, которые употребляются в этом тексте. Именно через это мы можем прийти к пониманию смысла. О том, что слово Иона применялось как обозначение Иерусалима, является воспоминанием о том, что некогда Иерусалим был столицей независимого царства, иудейского царства. Но даже после того, как он был разграблен и покорен другим державам, он по-прежнему остается религиозной столицей, религиозным центром. Именно об этом вспоминается и в этой книге. Поэтому есть предание о том, что в тот момент, когда пророк Иона оказался в очреве морского чудовища, его злоключения представляются как некое морское путешествие. Он огибает землю и оказывается в самой глубине и бездне, но в действительности он оказывается прямо под Иерусалимским храмом. И поэтому такой парадоксальный образ в тот момент, когда нам кажется, что мы бесконечно далеки от Бога, в действительности мы как никогда рядом с Ним. Именно поэтому из этой глубины, но при этом как можно ближе он оказывается перед Богом и кричит к Нему, обращается к Нему словами молитвы. Во времена царя Давида меч завоевателя был в руках Иерусалима. Затем меняется эпоха, и этот меч переходит в руки других держав. Сначала Ниневии и Ассирийской державы, затем меч переходит в руки Вавилонин, имя Ионы означает меч, а в эпоху нашего пророка меч был в руках персов. И перед нами история народа, которая представляет собой как некое наводнение, некие волны насилия, нашествия наплеменников, пытаются поглотить этот народ, но каждый раз он спасается от смерти. И поэтому образ пророка в этой книге возвещает близкий конец враждебному господству иноплеменников. Ниневия действительно была древней столицей Великой Ассирийской империи. И в книге говорится, что даже она, эта великая столица, город, который нужно пройти, потратив три дня пути, этот город покаялся от царя до скота. И голубка Иона, поглощенный морским чудовищем, как раз является символом небольшого народа, малого народа Израиля, который оказался в плену у Великой Империи. Иона поглощен этим чудовищем и водами смерти, но он будет спасен. Об этом говорит пророк Ассия, в частности. В одном месте он сравнивает народ с голубкой и стал Ефрем, как глупый голубь без сердца, зовут египтян, идут в Ассирию. И в тот момент, когда Господь вмешается в его историю для того, чтобы его спасти, этот образ голубя получает уже совершенно другое звучание. «И встрепенутся из Египта, как птицы, и из земли ассирийской, как голуби, и я вселю их в дома, их говорит Господь». Однако это пленение для народа Израиля превращается в миссию. Конечно, это отдаленно наводит нас на мысли о русской миграции, которая в 20 веке, оказавшись на Западе, принесла свидетельство и весть о православии. Также и народ, оказавшись в плену, в рассеянии, в диаспоре, в эмиграции, делает так, что имя Господне становится известно даже самым отдаленным народам. В частности, этот великий город Ниневия, столица Великой Империи. И, конечно, здесь мы видим еще другую интересную игру слов, которую хорошо иметь в виду. Дело в том, что само имя Ниневия содержит в себе образ рыбы. В некоторых клинописных памятниках древности написание этого имени представляло собой образ рыбы, который находится внутри города. И вот эта огромная рыба, это чудо-рыба Китрь поглотила пророка, но и она, как голубь, спасается и возвращается к жизни. Конечно, этот образ голубки, которая одновременно была обозначением народа Израиля, нам хорошо знаком по истории Ноева потопа. Точно так же, как голубка, возвратившаяся с оливковой ветвью, но и в ковчег, приносит весть о том, что появилась новая земля и есть твердая почва, на которой можно остановиться, точно так же злоключение пророка Иона и его спасение, именно в этом он становится прообразом смерти и воскресения Христа, несет в себе весть о том, что рождается какой-то новый мир, рождается новая реальность, в которую народ приглашается войти. И точно так же, как голубь возвещает о окончании потопа, точно так же и здесь имя Ионы требует символического прочтения. Есть новая земля, и на нее можно войти, в этот новый мир можно вселиться, и единственным условием того, чтобы войти в этот мир, является покаяние, является возвращение. В той мере, в какой сердце Ионы вернется к Богу, в той мере, в какой сердце Ниневитян вернется и обратится к Богу, совершится это знаменитое метануе покаяние, это станет важнейшим условием для того, чтобы войти в эту новую реальность, вселиться в эту новую землю. И здесь все эти мотивы божественного милосердия, покаяния переплетаются, и сказочный сюжет становится лишь просто внешней оболочкой, которая позволяет нам по-новому прочитать историю Иерусалима, историю иудейского народа, в свете новой исторической ситуации, в данном случае персидского владычества, но вместе с тем это позволяет прочитать историю любого верующего человека, который проходит через момент испытаний. Здесь есть еще и другие интересные мотивы. В частности, вопрос о том, к какому типу относится то растение, которое выросло над головой ионы, для того, чтобы защитить его от палящего солнца. И это нам позволяет, опять же, понять, что имена всегда имеют свое символическое значение. Существует множество книг, которые посвящены изучению этого вопроса. К какому типу относилось это растение? Это действительно была тыква, или это было что-то кабачковое, или это был плющ, или колонцит, или какое-то другое растение? Есть много книг, написанных о том, к какому виду животных относился тот чудовищный монстр, который поглотил иону. Это был кит, это была акула, или какое-то другое чудовище из этого семейства. Все это не так важно. Кстати, высказывались интересные предположения, что в действительности речь идет о некоем плавающем судне, корабле, или даже, условно говоря, гостинице, которая носила это имя кит или акула. Но все это не так важно. Но если обратиться, например, к этому слову кикайон, которым обозначается то странное растение, совершенно не важно, к какому биологическому виду оно относилось, потому что нет в природе такого растения, которое за такой короткий срок за ночь может дать такую густую и большую листву, которая может защитить пророка от палящего солнца. Поэтому совершенно не важно биологическая и фактографическая реальность. Гораздо важнее, почему автор выбирает какое-то конкретное название, которое встречается только в этой книге и только один раз. И чаще всего это название выбирается по созвучию. Например, кикайон, название этого растения созвучно со словом никайон, что означает невинный. И здесь мы видим какую-то невинность Ионы в глубине его сердца. Он голубка и невинен, как голубь. Другое созвучие возникает со словом килоион, что означает уничтожение. Это то, что должно постичь Ниневию и ее жителей и что угрожает в конце смертью и самому пророку Ионы. И в конце концов Бог одерживает какую-то победу. Одерживает победу над националистическими чувствами, над гордыней, над сомнениями. И именно через такое музыкальное и аллегорическое, символическое прочтение мы по-настоящему можем прочитать в этом тексте очень важную весть. Это не просто сказка, это некая весть о наступлении нового мира. Этот мир основан на покаянии, это новая реальность, и войти в нее можно только возвращаясь к Богу. Точно так же, как голубка возвращается вновь в ковчег, так и мы возвращаемся на новую землю. Поэтому Священное Писание, даже в тот момент, когда мы просто присматриваемся, как много созвучий, возникает при произнесении одного лишь имени Иона, это одновременно голубка, меч, город. И Священное Писание возникает, как бездонный кладезь, из которого каждый читатель, каждая эпоха черпает ту воду, которая необходима ему для жизни. И этот колодец по-настоящему неисчерпаем. На портале Экзегет.ру с вами был протерей Дмитрий Сизаненко из Санкт-Петербурга. Продолжение следует...